Я звезда, которая спустилась с голубого покрова на зелёный ковёр. Я дочь стихий, которую выносила зима, породила весна, воспитала лето и усыпила осень. Это стихи ливанского поэта Хамиля Джебрана. И как вы уже, наверное, догадались, речь сегодня пойдёт о цветах, но в необычном контексте. Наш телезритель из Москвы Вадим Псафонов интересуется, какие цветы используются в китайской кухне. Сегодняшняя программа даст ответ. Вы когда-нибудь видели блюда из съедобных цветов? Пробовали их? История использования цветов в приготовлении блюд насчитывает примерно 5000 лет. В кухнях других стран тоже можно встретить цветы, но так как в Китае их не используют, пожалуй, нигде. Китайцы ещё давно поняли, что всё, что даёт жизнь, питает её, то обладает питательностью и эффективными активными элементами. Ещё с первыми письменными упоминаниями о человеческой цивилизации можно встретить записи об употреблении цветов в пищу. Например, в травнике Шэнь Нуна, Компедиуме лекарственных веществ, а также знаменитом трактате Хуанди Нэйдзин. Во всех этих книгах встречаются упоминания об употреблении в пищу цветов. В одном из четырёх великих творений китайской литературы «Сон в красном тереме» также встречаются подобные описания. Несколько женщин, которые сыграли очень важную роль в истории Китая, такие как Янгуй Фэй, Уцзэтьян и Сэси, во время своей жизни во дворце употребляли в пищу цветы, о чём есть документальные свидетельства. Какие цветы вы пробовали? Как вы готовите цветы? Мы уже рассказывали вам о цветах, которыми не только любуются, но и едят, и как десерт, и как основное блюдо. В одной из программ мы даже советовали вам попробовать пряники со свежей розой. Тем, кто решился на кулинарный эксперимент, наверняка не терпится узнать, какие ещё кулинарные изывки существуют в современном Китае. Ну что, время перейти от теории к практике, и я приглашаю вас принять участие в нашей дегустации. Под номером один у нас сегодня вот такие вот необычные яичные роллы. Главный ингредиент здесь хризантемы, остальное это лук, ветчина и яичные лепёшки. Ну что, попробуем? Очень вкусно, во-первых. Сейчас прожую. Ну вот, а меня лично, друзья, впечатлило вот это всё-таки сочетание колбасы и цветов. Ветчина здесь такая тяжёленькая, а хризантемы её так окрыляют. Ну и, конечно, лук-порей. Такой пикантный, знаете, интересный вкус. Креветки жареные с розой. Основной ингредиент цветы розы, которые смешиваются с креветочным мясом. На вкус получается очень ароматно и нежно. Это просто супер. Я бы назвала это какой-то сказочной феерией. Потому что такой вот сладкий вкус креветок и сладкий вкус цветов. Ну идём дальше. Что там у нас дальше? Вот я посмотрю, какие-то интересные вегетарианские бутербродики. Я так понимаю, что это цветок лотоса? В этом блюде начинка из кукурузы, куриц и зелёных бобов. Кладётся на лепестки лотоса, которые можно либо пожарить, либо есть в сыром виде. Я бы назвала это таким вот вегетарианским бутербродом для тех, кто хочет похудеть. Мне кажется, во-первых, красиво, во-вторых, здорово. Это слушает дождь с помощью лотоса. Ингредиенты, цветки граната и куриные хрящи. Они обжариваются вместе, а потом к ним добавляются гранатовые зёрна. Кстати, гранат разглаживает морщины, а также... Но прекрасная половина наших телезрительниц уже, наверное, вовсю ищет в интернете рецепт, чтобы быть не только сытыми, но и расцветать, быть красивыми и молодыми. В этом блюде я прямо чувствую, что цветок, он ещё живой, играет во рту, вот вкус как бы переливается. Салат делается путём смешения трёх цветков – хоризонтемы, розы и жасмина. Попробуем жасмин. Вы знаете, действительно, первый опыт. Романтично, действительно, лёгкий и весёлый, вдохновляющий вкус. Теперь нужно попробовать хоризонтему. Такой медовый вкус. Так, по-моему, ещё есть морковка из хоризонтемки, и в прекрасном настроении пойти украшать этот мир. Вот здесь уже такая, такой немножко приторный и горьковатый вкус. Я вот теперь поняла смысл этого трио, потому что сначала жасминовая романтика, потом веселяющая радостная хоризонтема, и потом такая вот нотка специфическая, задорная. В этом блюде главный ингредиент – цветки лилии, которые обжариваются в кляре во фритюре, а после чего посыпаются сахаром. Вот это вот у меня ассоциируется с украинской пахлавой, но в таком интеллигентном формате. Секрет всё-таки вот в этой панировке. Хотела тоже приготовить такое своим родным и близким. Друзья, мне очень жаль, что вы не можете услышать этот аромат. Он настолько нежный, аромат утром. В этом десерте главным ингредиентом является начинка из цветов розы и клейкого риса. Очень вкусное и сладкое блюдо. Такая интересная сладость. Но, знаете, на русские сладости вообще не похожи. А здесь сладость такая тонкая, очень интересная, но калорийно. Кстати, мои друзья, вы видите, что на столе цветы не только в качестве ингредиентов наших блюд, но и в качестве украшений. Таким образом тоже можно использовать цветы в кулинарии. Чтобы создавать праздничное настроение на столе. Мне кажется, что у нас здесь и пир, и радость эмоций. Глядя на то, как я вкушала все эти лакомства, у вас, наверное, разыгрался аппетит. Не мудрено, друзья. Поэтому мы приготовили для вас сюрприз. Сейчас шеф-повар этого ресторана покажет мастер-класс и приготовит для вас свое коронное блюдо. Жареные хризантемы. А вы смотрите и учитесь. Ну что, начинаем? По две ложки каждого. Друзья, я мечтала узнать секрет вот этой вот планировки. Помните, мы там пробовали цветы? Она была божественная. И вот сейчас как раз шеф-повар показывает нам, как это все приготовить. Я счастлива. Надеюсь, вы тоже. Смотрите внимательно. Друзья мои, а на меня наклонили воспоминания из детства. Точно такие же желтые хризантемы росли у моей бабушки в огороде. О, боже мой, если бы я тогда знала, что их можно есть, а не носить в школу в подарок учительницы на 1 сентября. А, боже мой, наверное, моя бы жизнь сложилась бы иначе. Цветок должен быть всегда в массе, по часовой стрелке. Но вы знаете, это супербыстрое блюдо. Я раньше думала, что яичница – это самое простое быстрое блюдо. Нет, жареные хризантемы, представляете? Вот такая красота у меня тоже получилась. Все еще шефы. Первый раз в жизни я сама приготовила хризантему. И вместо того сейчас, чтобы любоваться и свежий аромат впитывать, вдыхать в себя, я попробую ее. Очень необычно и как-то поднимает настроение. Поэтому я надеюсь, что вы также скоро освоите все вот эти вот приемы китайской цветочной кухни, и ваша жизнь расцветет. Какие цветы в каком блюде вы используете? В чем особенность блюд, в которые добавили цветы? Цветочное блюдо можно отведать не только в изысканных ресторанах. КНР – это часть будничного рациона местных жителей. Например, пекинцы готовят мою любимую пасту из цветов лука и соли. Неотъемливая часть китайского самовара Хо Го. Высушенный на солнце лилейник добавляют в лапшу с мясом. А сладкую и душистую акацию перемешивают вместе с мукой, маслом, солью и другими приправами. Выкладывают на деревянную решетку и готовят на пару. Это блюдо очень популярно на севере провинции Шэньси. Особенно любими китайцами цветы хризантемы. В провинции Гуандун их используют как приправу для жареного мяса и рыбы. Но больше всего эти цветы жалуют в провинции Юньнань. Этот регион вообще славится богатой флорой и разнообразием кулинарных изысков. Как вы выбираете съедобные цветы? Как вы используете цветы? Если рассуждать о цветах с точки зрения китайской медицины, во-первых, нужно узнать, какие они – холодные или горячие. Во-вторых, нужно определить, на что они могут воздействовать. У каждого цветка свой эффект. Например, цветки лилии успокаивают, прочищают горло, останавливают кашель, устраняют мокроту, успокаивают одышку. Сафора японская применяется при лечении геморроя, нейтрализует жар в толстой кишке. Серьезная особенность цветков персика – они устраняют отечность, улучшают кровообращение и расщепляют жиры. Бутоны хризантемы имеют холодный характер. У них следующие особенности. Они устраняют жар, прочищают печень, настраивают энергию и улучшают жировой обмен. Еще с древних времен китайцы придерживались концепции пищи и лекарства из одного источника. Цветы можно использовать при любом способе приготовления, либо сделать из них самостоятельное блюдо, либо же приготовить с другими ингредиентами. Из цветов можно сварить суп, кашу, их можно пожарить, отварить и приготовить по-другому. Если у вас нет времени готовить из цветов, вы можете заварить из них чай. Практически обо всех съедобных бутонах в наших исторических материалах есть упоминания, а также о их применении в кулинарии. Но нельзя брать незнакомые цветы и использовать их. Лучше купить их в аптеке или у специалистов на рынке. Начиная с 1980 года, политическая ситуация в стране стабилизировалась. Экономика начала развиваться, наука и техника шагнули значительно вперед. Кроме этого, увеличилось взаимодействие с иностранными государствами. Для съедобных цветов настала очень хорошая пора. В больших городах появились рестораны, делающие блюда из цветов, и дела у них шли неплохо. Но чтобы они развились до уровня лапшичных, на это, конечно, нужно еще немало времени. Цветы – это удивительный дар природы. Они доставляют нам не только эстетическое удовольствие, их применяют в косметологии, китайской традиционной медицине и, конечно, едят. Сегодня мы лишь приоткрыли дверцу в этот ароматный мир. Хотите узнать больше? Тогда вам просто необходимо приехать в Китай. Местные цветочные блюда не оставят равнодушным даже самого взыскательного гурмана. А на сегодня у меня все. Держите руку на пульсе нашей программы, присылайте свои вопросы. И до встречи в эфире!